90 репетиторов только в этом году зарегистрировали свою деятельность в инспекции по налогам и сборам по московскому району города Бреста ими уплачено в бюджет свыше 5,5 тысяч рублей единого налога, работают они легально, став уже своеобразным атрибутом образовательной системы. Оказывать услуги репетиторства можно как предпринимательской деятельности, так и по заявительному принципу, без регистрации индивидуального предпринимателя. К предпринимательской деятельности не относятся репетиторства только в том случае, если гражданин оказывает эти услуги самостоятельно, без привлечения других физических лиц. Заявительный принцип это очень удобно и просто. Физическому лицу, который желает осуществлять данные услуги, необходимо обратиться в налоговый орган по месту его регистрации, написать соответствующие заявления и уплатить ставку единого налога. Заплатив единый налог, можно работать спокойно. Задача репетитора помочь лучше разобраться в предмете, чтобы подросток смог успешно сдать централизованное тестирование. Кстати, сегодня ребята активно к нему готовятся, пробуя свои силы на репетиционных тестах. Я скажу, первый этап действительно был волнительный, страшный первый раз все это писать. На втором уже было не так страшным, и когда уже первый раз сходил, то попробовал, знаешь, свои силы, и легче, я скажу, писать. Ребята волнуются, готовятся серьезно, ведь вступительная кампания не за горами. Что касается централизованного тестирования, оно будет начинаться у нас 12 июня. Естественно, ребятам для того, чтобы попасть на это тестирование, необходимо будет пройти регистрацию. В течение мая месяца до 1 июня обязательно будет явиться лично, то есть уже никакой онлайн регистрации, никакой регистрации по телефону, либо, соответственно, как-то другим путем, то есть, соответственно, приходит лично. Но вернемся к репетиторству. Ставка единого налога, который должен быть уплачен до оказания услуг в городе Бресте, равна 27 рублям 2 копейкам в месяц. Следует взять на заметку, что оплачивать единый налог надо лишь за тот период, в котором осуществляется деятельность. Пакет, оформляемых при отчете в налоговой документах, минимален. По заявительному принципу нет необходимости предоставлять налоговые органы декларации по единому налогу, нет необходимости вести учет бланков строгой отчетности и рассчитываться с людьми без подтверждающих документов о приеме наличных денежных средств. Все действительно просто, но помните, игра с контролирующим органом в кошке-мышке чревата последствиями. Выявление нелегальной деятельности предполагает уплату единого налога в обязательном порядке, а если нарушение выявят повторно, сумма его увеличится в пять раз. Итак, выбирайте легальное репетиторство, ведь платить налоги так просто.